Зерно. Практически в любом зоомагазине продаются специальные зерновые смеси для попугайчиков. Лучше выбрать корм в прозрачной упаковке, так можно оценить качество. А из непрозрачных упаковок надо выбирать такие, в которых зерна хранятся в вакуумы, без воздуха и других газов. Иначе будьте готовы к тому, что продукция может быть не самого лучшего качества или вовсе заплесневелой. Если хотите комбинировать корм самостоятельно, используйте только качественные проса и овес. Зерна являются базовой пищей для птиц, они обуславливают правильную работу пищеварительной системы, поэтому у питомца всегда должен быть к ним доступ. Рекомендуется следующее соотношение, желтое проса 50%, красное 25%, белое 15%, овес, очищенный, 10%. В процессе определения того, чем кормить волнистого попугая в домашних условиях, надо помнить, что в рацион необходимо включать проросшее зерно, в нем содержатся полезные витамины Е и В2. Вы с легкостью сможете приготовить его сами. Для этого необходимо положить зерна на дно емкости, одним слоем, и залить теплой водой, чтобы она немного покрывала зерна. Будет замечательно, если вы сможете обновлять жидкость в емкости и промывать зерно раз в 4 часа. Уже через пару дней будут заметны ростки, они будут крошечными, всего 2 мм в длину, но именно на этом этапе зерна больше всего полезны для попугаев. Перед кормлением промойте и просушите их. Следите, чтобы они не заплесневели и не переросли, так как такие ростки утрачивают цены и свойства. Чем еще можно кормить волнистого попугая? В первую очередь, это овощи, фрукты и зелень. Нередко молодые птицы настороженно относятся к такой еде, но если вы порежите овощи и фрукты на мелкие кусочки или пропустите их через терку, ваш любимиц обязательно их оценит. Перед кормлением обязательно промывайте плоды и зелень проточной водой. Овощи, попугаи их очень любят, и еще бы, это вкусно и полезно. В них содержится множество витаминов и минералов, а также клетчатка, поэтому включать такие продукты в рацион следует на протяжении всего года. Для вашего любимца будут полезны такие овощи, как морковь, свежие огурцы, помидоры, свекла, кабачки и п. Также можно кормить попугаев репой и различными видами капусты, но сначала нужно обдать их кипятком. Зелень. Не кормите птиц укропом, зеленым луком, а также ботвой баклажанов, помидоров, картошки и п. Эта зелень вредна для них. Когда вы планируете, чем лучше кормить волнистого попугая, будьте аккуратны с петрушкой. Она подходит только в незначительном количестве. А вот конский щавель, рукколу, сельдерей, никорни, ботву моркови и редиса включать в рацион можно и даже нужно. В летнее время балуйте птиц земляникой, на ура пойдут и ягоды, и листочки, подорожникам, листьями и цветами клевера и п. Э. Собирать растения для кормления попугайчика следует вдали от трассы заводов, на участках с чистой здоровой почвой. В рацион можно добавить и шпинат, но немного, и в случае, если у птицы нет почечной патологии. Если в вашем доме имеются комнатные растения или цветы в букетах, не позволяйте попугаю есть их, они опасны. Чтобы питомец не испытывал нехватку в зелени в зимние месяцы, можно выращивать злаки и овощи дома прямо на подоконнике. Это несложно, а польза будет огромной. Фрукты. Помимо всего прочего, кормить волнистых попугаев в домашних условиях следует фруктами и ягодами. Рекомендуется включать в рацион бананы, яблоки и груши, косточки и сердцевину. Предварительно необходимо удалить персики, ананасы, киви, очищенные от кожуры апельсины, мандарины и лимоны, а также немного винограда. Из ягод будут полезны вишня без косточек, малина, клубника, земляника. Также можно кормить питомцев дыней и арбузом, но лучше в летний сезон. В зимние месяцы включите в рацион попугая сухофрукты, изюм, курагу, распаренную, финики и пээр, а также замороженные ягоды, например, полезны брусника и черника. Нельзя кормить птиц хурмой, манго, папайей, авокадо, а также любыми орехами. Вы уже видите, как разнообразен рацион, но это далеко не все. Они с удовольствием отведают и кашку, сваренную или запаренную в кипятке. Ее следует готовить только на воде, нельзя добавлять масло, соль и сахар. Используйте только качественные злаковые крупы, и никогда не кормите попугая кашей быстрого приготовления, в ней содержатся вредные для птиц добавки. Последний ключевой момент в вопросе о том, чем можно кормить волнистых попугаев, это минеральная подкормка, которая в клетке питомца всегда должна быть в свободном доступе. Так какой она бывает и в чем ее польза? К примеру, мел насыщает организм кальцием, минеральные камни с содержанием йода и морских водорослей обеспечивают полезными микроэлементами, сепия используется попугаями для заточки клюва. Органический песок позволяет контролировать состояние пищеварительной системы, давать его следует не чаще раза в неделю, ИПР. Выбирайте только специальные качественные подкормки и ни в коем случае не используйте неорганический песок, это навредит птице. Готовые качественные сбалансированные корма для волнистых попугаев, еще один способ организовать идеальный рацион. Их состав тщательно подобран под потребности питомца, и приобретать дополнительные витамины и минеральные подкормки не понадобится. Итак, теперь мы знаем, чем кормить волнистого попугая, что можно, а что нельзя есть. Если захочется порадовать питомца новым лакомством, но вы не знаете, можно ли давать его, или возникли вопросы касательно минеральной подкормки, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Сейчас может показаться, что информации довольно много и в ней легко запутаться, но на практике с легкостью ее усвоите. Пусть ваш попугай всегда будет сыт и доволен. Если видео было вам интересным, пожалуйста, попугай.